Это новости 23 февраля 2022 года. Телеведущие РФ неприкрыто намекают о нападении России на Украину. КСТ в этом ТГ-канале поминутно выкладывает, что было 24 февраля. Глянь. 24 февраля, минута в минуту. Чё? Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Если эти люди среди вас уверен. Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие. Обычные люди. Стримеры, да. Обычные, простые люди. Мужчины, женщины, старики, дети, отцы и главное матери. Ровно так же, как и люди в Украине. Так же, как власть в Украине. Как бы вас не пытались убедить в обратном, я знаю, что это мое... Это новое, не, это старое. Я зашел в этот ТГ и там просто... Его обращение не покажет по российскому телевидению. Но граждане России... Но это еще перед тем, как началось буквально, он записывал обращение. Должны его увидеть. Они должны знать. Я помню, мы смотрели тогда. Правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Опа! Переговоров, говорите, не было, да? Не предлагали, отказывались. Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, гражданин Российской Федерации. Дякую за увал. Многое, конечно, изменилось за два года. А, тут типа нарезка всяких разных. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс. Стрелять. Бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть. И очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз. Видел лица, глаза. Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на евро. Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск, дом, где живет мать моего лучшего друга. Место, где похоронен отец моего лучшего друга. Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чем. Этот канал постит хронику событий именно в то время, когда все это происходило. Эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Понял. Это все для вас чужое. Незнакомое. Это наша земля. Это наша история. За что вы будете воевать? И с кем? Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто-то учился в украинских вузах. Дружил с украинцами. Вы знаете, наш характер. Бля, я помню, я тогда смотрел вот это вот обращение. Я еще тогда надеялся, что ничего же не начнется. Но сейчас договорятся, блядь. Вы знаете, наших людей. Что-то должно произойти, чтобы это не началось. Вам известно, чем мы дорожим. Так прислушайтесь же к себе. Голос уразово. К здравому смыслу услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет и делает. Делает все. Все, что может. Так. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако, это не делает их единым целым. Не растворяет. А где вы там вату видите? Ну пусть горят. Вата на то и вата, чтобы гореть, блядь. Что вы это? Ну, конечно, они гореть будут, блядь. Они же видят, что Зеленский говорил. Им-то рассказывают другое. Что Украина не хотела переговоров там или еще чего-то. Что там нацисты там и прочее. Оказывается-то вот какая речь была, понимаете? Еще перед тем, как все началось. Что они не хотели там начинать войну. И Зеленский там пытался договориться. Да, да. Поэтому, ну, горят. Ну, пусть горит. Вата. Это даже лучше, чтобы они сгорели нахуй. Вася. Вася. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю. Забейте хуй на них. Мирно. Спокойно. Честно. Так, и шо? И тут типа новости выходят, я так понимаю. Постепенно, да? Как это было два года назад, верно? Украинская власть вызывает экстренное съездание совбеза. То есть, нихуя себе. Интересно придумали. Главы ДНР и ЛНР обращаются к Путину за помощью в отражении агрессии Киева. Пушилин заявляет о геноциде, в ходе которого погибло более 5000 мирных жителей. Однако, он не уточняет, что последние годы вынесли в это число наименьший вклад, составив 5 человек в 2020 году и 7 человек в 2021. 5000, говорит. 2020 год. 5 человек. В 2021-7 умерло. За год. Давайте посчитаем, сколько сейчас умирает, когда Россия туда вела свои войска, а? Причем на территории Донбасса, в том числе. Донецк, Луанск, а? Алло, вата, которая горит. Зачем-то? Непонятно зачем. Шо с Эбалом? Че вон это скажет? Че? Че это такое? А, да. Так. Зеленский связан с президентом Франции. Взломан сайт. Пентагон считает, что российские войска прибывают на территорию ДНР и ЛНР, а они пока не выходят за ее пределы, но полностью готовы к этому, заявляет официальный представитель Джон Кирби. Так, потратить весь последний день перед войной на спор вокруг международных указов, украинские политики наконец-то утверждают чрезвычайное положение. Сейчас минских соглашений нет. Донецкая и ЛНР являются признанными. Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которое есть с той стороны линии соприкосновения, вооруженной формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие. Ага, сейчас, блядь. Ага, со своих территорий они должны добровольно что-то там покинуть. Хесса, один умная, вся Россия что? Тупая? Да нет, не вся, но таких, как ты, на самом деле, достаточно много. Ну, тупых имеется в виду. Вот ты, конечно, фактанул, да, фактология, фундамент. Я умнее тебя, братан. Редактор субтитров А.Семкин